Я рад быть сегодня с вами Поэтому огромный привет от нашей церкви из Нижнего Тагила Пусть Бог благословит вас обильно Огромных благословений вам И хорошо, что ты сегодня в Доме Божьем Давид, он это понимал Он ценил это время, когда ему говорили Пойдем в Дом Господень Его сердце радовалось Потому что он понимал Это не только встреча с хорошими людьми Это встреча с Господом И поэтому он бежал в Дом Божий Но я понимаю, у нас еще есть прямая трансляция, да? Поэтому мы благословляем каждого Кто присоединяется или присоединился уже Пусть Бог благословит По разным причинам, может быть, ты не можешь быть здесь Но пусть Господь говорит с тобой там Где ты находишься В своем доме, в своей квартире, на кухне Где бы ты ни был Пусть Бог проговорит в твою жизнь Я молюсь об этом, Отец Во имя Иисуса Христа И я прошу Бог Пусть это служение Это послание, это слово Оно будет помазано Духом Святым Отец, я абсолютно завишу от тебя Поэтому вот я И сегодня, сейчас Говори, Господь Я знаю, что Есть сегодня твои дети Сыновья и дочери В жизнь которых Ты хочешь проговорить Я прошу, Дух Святой Оживи слово И действуй Во имя Иисуса Христа Аминь Дай еще Богу большую, большую славу В этот раз, когда я собирался Приехать и служить у вас Меня спросили Может быть заранее Есть какая-то тема Я помолился Поразмышлял И в моем сердце что-то откликнулось Я сообщил Был анонс И тема не поменялась Мы будем двигаться в этом направлении И где-то я увидел Что она перекликается с тем Что недавно Пастор Виктор проповедовал Я случайно нажал одну из проповедей Смотрю Он читает Из того послания Из той главы И как раз до того стиха С которого я должен проповедовать Я специально не стал слушать проповедь до конца Я немного послушал И думаю Хорошо Я буду делиться этим посланием Поэтому, друзья Тема моей проповеди Называется так Учиться жить Мы сегодня Постараемся Осознать себя Он учает нас Во всякое время Аминь Поэтому Быть христианином Это значит Учиться Жить Полноценной жизнью И Оказавшись В церкви Пережив Встречу с Богом Мы должны понимать Все Только Начинается Потому что Бог хочет Чтобы мы Научились Жить Полноценной жизнью И радоваться Самим Этой жизни Я скажу больше Мы не только должны Сами радоваться жизни Мы должны Эту радость Приносить другим Чтобы Не только Нам Было хорошо Но чтобы Те люди С которыми Мы соприкасаемся Или они Соприкасаются С нами Они переживали Благословение Я думаю Не открой Секрета Есть Разные люди С которыми Мы встречаемся Есть люди С которыми Ты встретился И ты чувствуешь Как Твоя жизнь Она Она получила Какую-то Антипрививку И Следующий раз Когда человек Появляется Тебе не очень Хочется Потому что Ты понимаешь Сейчас Опять Начнет Рассказывать Начнет Опять Жаловаться Начнет Опять И ты Думаешь Не-не-не Есть Другие Люди С которыми Ты Встретился И тебе Захотелось Жить Дальше Ты Соприкоснулся С ними И Как будто Открывается Второе Дыхание И тебе Хочется Продолжать Двигаться Дорогие Мои Христиане Братья Сестры Мы Должны Научиться Жить Так Чтобы Самим Наслаждаться И Это Наслаждение Дарить Другим У нас Не только Должны Быть Отлажены Отношения По вертикали С нашим Богом Бог Хочет Чтобы И По Горизонтали Также Были Отлажены Эти Отношения И налажена Коммуникация Поэтому Здесь Есть Взаимосвязь Поэтому Мы Должны Осознать Мне Нужна Церковь Мне Нужен Бог Мне Нужна Учиться Каждый День Жить Полноценной Жизнью Что Я имею Ввиду Давайте Немного Приземлим Чтобы Нам Было Понятно О чем Же Идет Речь Когда Мы Соприкасаемся С Талантливыми Людьми Например Музыканты Вам Это Очень Знакомо У Вас Есть Талантливые Музыканты Но Когда-то Они Начинали Когда-то Они Впервые Взяли В руку Свою Гитару Или скрипку Кто понимает О чем Я говорю Когда Твои дети Или Твои соседи Отдавали Ребенка Учиться Играть На скрипке Я думаю Вы помните Эти чудесные Дни Выходные Когда Ты Слышал Как Пиликал Кто-то По соседству И ты Понимал Человек Учится Играть На инструменте Но Проходит Время И Человек Научился Играть Он Не просто Освоил Пару Аккордов Или Какие-то Элементарные Вещи Он Стал Виртуозом Я Вот Когда Соприкасаюсь С Вашим Скрипачом Или Вижу Его Знаете Удовольствие Он Не просто Играет Как будто Он Весь Играет Аминь И ты Смотришь И ты Наслаждаешься Почему Потому что Человек Научился И это Ему Приносит Удовольствие И Другим Знаете Когда мы Научимся Жить В удовольствие Сами Мы будем Приносить Удовольствие Другим Аминь Поэтому Когда ты Слушаешь Профессиональных Музыкантов Или Симфонический Оркестр Где Множество Инструментов И они Слаженно Играют Ты сидишь И Наслаждаешься Это Удовольствие Почему Потому что Они Сами Наслаждаются Вы знаете Сложно Приносить Наслаждение Когда ты Мучаешься За клавишами С гитарой Или Еще Что-то Делаешь Тебя Заставили Или тебе Дали микрофон Даже В плане Вот Когда ты Проповедуешь Ты должен Наслаждаться Сам И тогда Это Наслаждение Приходит Другим Аминь Но Этому Всему Нужно Учиться Этому Нужно Посвятить Время Силы Даже Финансы Еще Какие-то Затраты И Когда Ты Этому Посвящаешь Себя Ты Приобретаешь Способность Ты Учишься Ты становишься Профессионалом Своего Дела И это Приносит Благословение Другим Я думаю Вы соприкасались И с таким Творчеством Я смотрю У вас тут Вот Художество Творится Да Рисуют Знаете Есть художники Которые Творцы Своей Картины Они Это делают И Наслаждаются И Когда Ты Попадаешь И Наблюдаешь Смотришь Ты Созерцаешь Эту Красоту Потому Что Ты Видишь Как Красиво Ну Когда-то Человек Начинал У меня Сейчас Вот Последняя Доченька Ей Пять лет Она Тоже Любит Рисовать Иногда Маму Нарисует Иногда Папу Нарисует Иногда Еще Что-нибудь Нарисует Приносит Мне эти Рисунки С садика Говорит Папа Смотри Я тебя Нарисовала Ну Как Я тебя Нарисовал Вот Она Нарисовала Приносит Мне Я Смотрю Вау Хотя Я трудно Узнаю себя Там Иногда Даже Удивляюсь Как Я Выгляжу В ее Глазах Но Я Понимаю Она Учится Но Если Если Уже Профессионал Меня Так Нарисовал Я Бо По Другому Отреагировал И Когда Мы Начинаем Мы Приобретаем Вот Этот Навык Искусство Мы Становимся Профессионалами Своего Дела Аминь Это Во всем Когда Мы Попадаем И смотрим Архитектуру Слава Богу У нас Сегодня Преображаются Наши города Уже Как-то Вот Эти Коробки Уходят В прошлое А что-то Уже Творческое Такое Красиво Ты смотришь И тебе Уже Приятно И И когда Ты видишь Настоящее Творчество Архитектора Ты Смотришь И Наслаждаешься Иногда Это Уже Века Но Оно Остается И Это Восхищает Всех Потому Что Человек Был Профессионал Своего Дела Друзья Мои Мы Должны Научиться Не Просто Быть И Называться А мы Должны Состояться Как Христиане Чтобы Сами Мы Были Счастливы И Это Счастье Творили Другим Если Ты Будешь Счастлив Научися Этому Это Не Приходит За Один День Но Мы Должны Этому Учиться 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 Как Завещал Иисус Христос Аминь И я Думаю Что У нас Получится Потому Что Тот Которому Мы Посвятили Свою Жизнь Он Не Просто Нас Спас Он За Нас Взялся Кто Чувствует Что Бог За Тебя Взялся Серьезно Значит Из Тебя Что То Получится Если Ты Согласишься На Это То Бог Проведет Тебя Этим Путем И ты Будешь Не Только Сам Наслаждаться Жизнью Ты Будешь Приносить Вот Это Наслаждение Благословения Другим Друзья Мои Станьте Профессионалами Своего Дела Я Сейчас Не Говорю О Какой То Специализации Я Говорю О Христианстве Я Говорю О Вере Сегодня Мы Слышали Свидетельство Сестра Выходила Знаете Мы Будем Проходить Через Разные Периоды Жизни И Если Тебе Сказали Ты Пришел Богу И У Тебя Будет Все Круто И Никаких Проблем Ты Будешь Разочарован У Тебя Будут Трудности Но Бог На Твоей Стороне И Ты Научишься Преодолевать Все И Оставаться Счастливым Даже В этих Обстоятельствах И Бог Знаете Что Сказал Призванным Избранным Что Все Скажите Громко Еще Раз Все Все Содействует К Благу Друзья Мои У Нас Добрый Папа У Нас Добрый Бог И Он Мой Папа Вы Слышите И Он Будет Обращать Все Во Благо Ну Вот В чем Парадокс Жизни Люди Всему Учатся Даже Рождаясь На эту Землю Люди Учатся Ходить Я думаю Никто из вас Не Родившись Не побежал В роддоме Высказал Мама Все нормально И я уже Пошел Еще с собой Прихватил Мешок денег Нет Мы Рождаемся И Начинаем Учиться И Вы Помните Этот Счастливый Момент Родителей Когда Их Сын Или Дочь Делают Первый Шаг Я Не знаю Как в вашей Жизни Было Моей Жизни Было Чуть Чуть По Другому Я Не Начал Ходить Я Срава Побежал Моя Мама Расскажет Что В 8 Месяцев Она Меня Принесла В больницу На прием Поставила Я Как Побежал И Вот До сих Пор Бегаю Но Уже С Господом Аминь Ну Давай Дай Большие Аплодисменты Царю Царей Который Нас Не Бросает Он Взялся За Нас И Вы Помните Как Ваш Ребенок Делает Первый Шаг Какое Это Счастье Хотя Ребенок Падает Шишку Набивает Или еще И Но Родители Счастливые Только Он Не Счастливый Потому Потому Что Он Упал И Он Чего Это Не Радуется Я Тут Упал А Родители Радуются Сделал Первый Шаг Потом Пошел Потом Побежал А Вы Помните Первое Слово Родители Иногда Спорят Что В Первый Раз Скажет Сын Или Дочь Папа Или Мама И Каждый Своё Ловит И Потом Даже Спорят Не Он Мама Сказал Нет Папа Ты Не Расслышала Какое Счастье Но Всему Мы В жизни Начинаем Учиться Потом Взрослеем Садимся За парту И так Далее Но Парадок Жизни В том Люди Приходят В церковь Покаялись И Не Хотят Учиться Он Говорит Все Знаем Буквально Там У нас Есть Такие Люди Которые Покаялись И Они Уже Начинают Умничать Учить Я Помню Недавно С ним Разговаривал Он Говорит Ну Я Наверное Через Год Буду Так же Как Ты Проповедовать Я Говорю Я Этому Учился И Учусь Уже Тридцать Лет Он Говорит Ой Че Так Долго Вы Знаете Когда Мы Пришли В церковь Мы Должны Понимать Не Мы Пришли Чему То Научить Церковь А Церковь Научит Нас Вы Слышите Мы Должны Осознать Что Мы Пришли Учиться Потому Что Мы Ничего Не Знаем Что Мы Знаем О Боге Как Должно Нам Знать Да Ничего У нас Даже Представления Не Было И Нам Нужно Делать Первые Шаги Нам Нужно Говорить Первые Слова Нам Нужно Принимать Решения И Это Не Просто Дается Но Мы Должны Учиться Жить Уже Другой Жизнью Мы Не Старое Творение Мы Новое Творение Вы Знаете Как Иногда Инерция Прошлого Сильна Ты Вроде Понимаешь Новая Тварь А Тут Лезет Еще Старая Тварь И Ты Понимаешь Что То Нужно Менять Я Думаю Мы Переживали Процесс Раздвоения Личности Когда Как Павел Говорит Желание Добра Есть Во Мне А Чтобы Это Сделать В Экстремальной Ситуации Не Получается Но Мы Учимся Давайте Откроем Место Священного Писания И Я хочу Чтобы Мы Зачитали Это Послание К Филиппийцам Четвертая Глава Четвертая Глава И мы Прочитаем С Одиннадцатого Стиха Насколько я помню С первого Читал Виктор Да Кто-то помнит До десятого А мы С одиннадцатого Говорю Это Не потому Что Нуждаюсь Ибо Я Научился Быть Довольным Тем Что У Меня Есть Умею Жить В скудости Умею Жить В Изобилии Научился Всему И Во Всем Насыщаться И Терпеть Голод Быть В обилии И В недостатке Все могу В укрупляющем Меня Иисусе Христе Апостол Павел Делится Своим Опытом Своей Жизни И Он Говорит Я Умею Жить Почему Потому Что Я Научился Следующее Что мы Должны Запомнить В жизни Никогда Невозможно Чему-то Научиться Если Ты Не Хочешь Учиться Просто Но Глубоко Если Ты Хочешь Чему-то Научиться Тебе Нужно Посвятить Себя Ученичеству Сесть За парту Или Пойти И Учиться Никто Из вас Я думаю Не будет Счастлив Если Ты Пришел В больницу И у тебя Сложная Операция И тебе Говорят Профессионалы Хирурги Заняты У нас Здесь Есть Любитель У него Хобби Он Свободен Хочешь Он тебе Операцию Сделает Никто Из нас Не захочет Даже Ты Убежишь Оттуда Потому что Ты Понимаешь Чем Это Закончится Но Когда Приходит Профессионал Своего Дела И Делает Эти Операции Даже На сердце То Это Возвращает Жизнь Человеку И вот Апостол Павел Говорит Я Научился Жить Почему Я умею Жить Потому что Я Учился Этому Поэтому Друзья Кто не любит Учиться К сожалению Тебе Не Научиться Чтобы Тебе Что-то Освоить Тебе Нужно Посвятить Себя Ученичеству Итак Ученичество Это Основа Твоего Развития Научиться Жить Что Это Значит Это Значит Научиться Встречая В своей Жизни Разные Ситуации Когда Приходят Трудности Не Сдаваться Не Опускать Руки А Проходить Сквозь Эти Жизненные Обстоятельства Как Написано Проходя Долину Смертной Тени Открывать Источники И Бог Покрывает Это Благословением Научиться Жить Это Не только Проходить Через Трудности Это Уметь Справляться С успехом Который Приходит В твою Жизнь Вы знаете Эти люди Некоторые Умеют Справляться С трудностями Ну Жизнь Так Устроена Нам Проще Падать На колени Когда У нас Плохо Нам Трудно Нам Нужна Помощь Как Как-то Проще Склонять Колени Для некоторых Трудно Проходить Через Испытания Для других Трудно Проходить Через Успех Вы знаете Кто-то Сказал Я с этим Согласен Иногда Проще Пережить Ваня И через Трудности И через Успех Им вообще Все трудно Они постоянно Недовольны Жалуются И так далее Друзья Мы должны Научиться В своей Жизни Встречаясь С ситуацией Понимать Что Бог На моей Стороне Он За меня И Он Со мной Значит Я Все Преодолею Я бы мог Рассказывать Много Примеров Ну буквально Пару Примеров Не так Давно У одного Моего Хорошего Друга Пастора Случилась Ситуация В церкви Знаете Иногда Мы не можем Все объяснить И это не значит Что мы какие-то Ущербные Обделенные Мы Не Господь Бог И вот Где-то Год с небольшим Назад У него Один из Миссионеров Ехал В соседний Город И По трассе Не справился С управлением Они попали Под встречный Автомобиль И нас Погиб У него Осталось Пять детей И жена Вы знаете Трагедия Иногда Объяснить Это Сложно Но Весь вопрос В том Мы должны Через это Проходить И жена Пережила Такой Стресс Она Опустила Руки И она Начала Впадать В депрессию И так Сильно Это Ее Захватило Что Она Начала Говорить Я не хочу Жить Я не хочу Жить Я не хочу Жить Детей Начала Настраивать И буквально Через год Она Покончила Жизнь Самоубийством И оставила Пятерых Детей Она Не справилась В моей Церкви Не так Давно Чуть Больше Может быть Года Четыре Или Три Назад Одна Девушка Мама Ее Ходит Церковь Она Не ходила В церковь У Сложилась Неплохая Жизнь Она Вышла Замуж Даже Как-то Это Перекликалось Их мама Говорила Моя Дочь Вот Как и У вас Ее зовут Вероника А его Павел Вот Как-то Вот так И у них Родился Первый Ребенок Она Была Беременна Двойней Муж Был Неверующий Она Не ходила В церковь Хотя Платила Десятину Есть Такие И он Разбивается Так же Поехал На рыбалку Там Не хватило Выпить Поехал И насмерть Просто Вылетел Через Лобовое И насмерть Она Осталась С тремя Детьми Только-только Родились Близнецы Я Смотрел На нее Она Еще Узнала Много Что Другое И Она Через Это Прошла Он Оставил Ей Долгов Она Выплатила Все Долги Купила Машину Содержит Детей Все Устроено И ходит Церковь Вы со Мной Друзья Мои Можно Встретить Первую Трудность Поднять Руки И Сдаться Потому что Когда ты Смотришь На эту Ситуацию У тебя Есть Своя Правда Когда Ты Видишь Это Но Если Ты Зайдешь С другой Стороны Ты Увидишь Другую Правду Но Истина Где-то Посередине Я Хочу Чтобы Вы Показали Первую Картинку Пожалуйста Вот Как Вы Думаете Что Находится Под Светом И Высвечивается На Стене Что Это Квадрат Или Ну Кто-то Говорит Ромб Или Так Вторую Картинку Что Здесь Высвечивается Круг Овал И То Правда И Это Правда А Истина Заключается В Этом Третью Картинку Вы Со Мной Вот Так В нашей Жизни Когда Мы Смотрим С Одной Стороны Мы Видим Вот Так И Это Правда Жизни Я Встретился С Трудностями Но Это Не Истина Истина Заключается В Другом Я Я Все Могу Выкрупляющий Меня Иисусе Христе Аминь С Другой Стороны Ты Смотришь И Видишь Свою Правду Ну Чтобы нам Было Понятно Спасибо Давайте Мы Вернемся Сейчас Сюда В Это Послание И Я Хочу Чтобы Мы Прочитали С Нового Перевода Я Говорю Это Не Потому Что Я Нуждаюсь Чем Либо Ведь Я Научился Быть Довольным В Любых Обстоятельствах Я Еще раз Повторяю Апостол Павел Говорит Я Научился Жить Почему Потому Что Я Научился Быть Довольным В Любых Обстоятельствах И Дальше Он Развивает Мысль Я Знаю Что Такое Скудость И Что Такое Изобилие Мне Пришлось Пережить Всякое Я Проник В Тайну Того Что Значит Быть Сытым И Терпеть Голод Жить В Достатке И Быть В Нужде Я Все Могу Благодаря Тому Кто Дает Мне Силу Апостол Павел Говорит Я Проник Я Знаю Что Такое Скудость И Я Научился Когда У Меня Нечего Есть Не Роптать Не Жаловаться Не Возмущаться Не Искать Крайних Друзья Как Нам Свойственно Когда В нашу Жизнь Постучалась Трудность Найти Крайнего Намного Проще А Нужно Научиться Жить Нужно Научиться Быть Благодарным Богу Даже В этих Обстоятельствах Он Говорит Я Проник И Втайну Что Значит Жить В Изобилии То Смотрите Правда Жизни Заключается В том Что Ты Проходишь Времена Скудости Времена Может быть Сегодня Это уже Не так Звучит Что Покушать Нечего Но У кого Есть В жизни Какие-то Проблемы Неоплаченные И тебе Нужно Это Проплатить Есть Такие Люди Здесь Есть Да Не Стесняйтесь Я думаю И у Других Есть Мы С Этим Сталкиваемся Я В своей Жизни Тоже Переживал Разные Периоды Был Момент Когда Я Не Понимал Но Я Не Возмущался Я Доверял Богу Когда Я Начал Своё Пастырское Служение В 91 Году Стал Пастором Согласился На эту Авантюру От Господа Даже Не знал На чего Я согласился И Слава Богу Что Не знал Вы Знаете В чём Великая Мудрость Бога Когда Бог Тебя Призывает Он Тебе Не Объясняет Весь Путь Потому Что Если Тебе Рассказать Весь Путь Ты Туда Не Пойдёшь Аминь Ты Скажешь Не Не Господь Как Моисей Пошли Другого Потому Что Он Знал Что Такой Египет Он Знал Что Такой Фараон И Он Знал Кто Такие Евреи Аж Бог Разгневался И Сказал Кто Дает Уста Кто Дает Жизнь Кто Наделяет Всеми Способностями Иди У тебя Там Брат Есть Справитесь Двоём И Они Пошли И Я Помню Эти Моменты Я Жил Со Своим Старшим Братом Он Работал На НТМК Получал Хорошую Зарплату 90-е Годы Кто-то Помнит Да И В одной Квартире На Кухне Холодильник Его И Наш Я Служу В церкви Он На Металлургическом Комбинате Они Уходят На работу Утром А я Утром Дома Прихожу Позавтрак Открываю Свой Холодильник Там Чего Только Нет Масла Нет Колбасы Нет Яиц Нет Там Один Звук Открываю Холодильник А там И масло Есть И колбаса Двух Видов И яйца Есть И курица Есть И это Есть Я говорю Бог Что такая Несправедливость Я тут Тебе служу Моих Мне детей Кормить Нечем А они Тебе не служат У них Все есть Знаете Обычно На такие вопросы Бог не отвечает Бог Учит Нас Быть Благодарными За кусок Хлеба Вот если Вот если Мы научимся Благодарить Бога За то Что у нас Есть Бог Даст Больше Прошло Не так Много Лет Сегодня Когда я Открываю Свой Холодильник Чего Только Нет И Колбаса Есть И масло Есть И все Остальное Есть Правда Дети Открывают Говорят Чего Покушать Просто Они не знают Что такое Нечего Покушать Ну Это уже Другой Разговор Им Нужно Научиться Быть Благодарными Когда Есть Благословение Изобилия Надо Научиться И Вот Господь Учил Мы Переживали Такое чудо Когда Ты понимаешь Детям Даже Нечего Приготовить И Вдруг Звонок В дверь Открываешь Стоит Сестра Говорит Бог Мне побудил Вот Я купила Продукты Вам Ты стоишь И думаешь Господь Спасибо Тебе Что Ты дал Мудрости Не роптать А благодарить Тебя За все Мы Мы должны Учиться Друзья Мои И вот Павел Говорит Я научился Когда Скудость Недостаток Нет еды Нет денег Нет ничего Он говорит Я научился Жить И быть Благодарным Богу И когда В моей жизни Приходило Изобилие Благословение И все Все Необходимо Он говорит Я Не терял Голову Я Был Благодарен Богу Мы Должны Учиться Жить Смотрите Простой Пример Это Часто Происходит В нашей Жизни Израиль Уже Божий Избранный Народ Но Они Захотели Царя И Что Делает Бог Он Говорит Своему Пророку Иди И Помашь Им Царя Кто Был Первый Царь Израиля Красавчик Саул Выше Всех На Голову Статный Знатный Вот Такой Вот И Когда Бог Его Избрал Он Уже Знал Это И Пришло Время Его Короновать Что Мы Видим Собрался Весь Израиль Пришел Пророк А Его Нет Все Говорят А где Этот Юноша Где Этот Будущий Царь Все Начали Искать Бегать Никто Не Может Найти Пришлось Бога Вопрошать Господь Где Он Бог Говорит Да Он Там В Обозе Залез Под Телегу Прикрылся Соломой С Навозом Спрятался Они Пошли Нашли Его Достают Он еще Соломой Такой Знаете Привели Его Мазать В цари Знаете Вот так И бывает В жизни Кого-то Бог Призывает Сестра Начинай Да Кто Я Такая Я Не Поэтому Писание Говорит Почему Ты Говоришь Что Ты Не Имеешь Когда Имеешь Мы Иногда Переживаем Вот эти Моменты Не 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 Его Помазали Прошло Немного Времени Пришла Слава Он Привез Победу Он Был Успешный Ему Вскружило Голову Почитайте Историю Там Не Так Много Прошло Времени И Бог Сожалел Что Помазал Его В цари Вы Знаете Что Сделал Саул Он При Жизни Пошел И Поставил Себе Памятник Круто Обычно После Смерти Бюсты Памятники Ставят А он Понял Что После Смерти Ему Никто Памятник Не Поставит Он Говорит Давай При Жизни Проплатил Поставил И Бог Отверг Его Вы Знаете Мы Должны Научиться Когда Бог Нас Призывает Не Надо Говорить Ой Ой Нет Нет Господь Я Недостоин Если Бог Призывает Он Знает Кто Ты Есть Вы Со Мной И Когда Приходит Успех Пусть Это Тебе Голову Не Кружит Научиться Жить Когда Тебя Никто Не Замечает Есть Такие Люди Которые Вечно Недовольны Он Меня Никто Не Видит Никто Не Видит Я Такой Получает Смотришь Маленький Успех Пришел А ты Смотришь Это Уже Такая Глыба И Уже Поет Как Я Велик Как Я Прекрасен И Нет Другого Он Вроде Туда Поет Но Ты Чувствуешь Он Поет Как Важно Учиться Проходить И через Трудности И через Успех Потому что Знать Все Что Ты Имеешь Это Не Твое Это Принадлежит Ему Вы Со Мной И Когда Ты Помазан И Успешен Вся Заслуга Его Всю Славу И Честь Отдай Ему Мы Должны Учиться Жить Друзья Мои Вы Знаете В нашей Жизни Разные Периоды И Вот Я Иногда Наблюдаю За Молодыми Людьми И Хочется Кричать В их Жизни У У меня Еще Есть Да С Который Времени Да Кто-то Помашет Мне Да Я Могу Не Остановиться Да Это Пастор Виктор У У вас Он Как-то Вот А я Иногда Пошел И Пошел И Вот С Молодыми Людьми Разговариваешь И Смотришь Еще 18 Не Исполнилось А уже Девчонки Загрустили А Что-то Парней Нет В церкви Мне Уже Завтра 18 Ты Смотришь 18 А А Уже 18 Кого-то Уже Жизнь Прожита Почти А Если 20 Смотришь Человек Вообще В депрессии Ходит Что Так Вот Никто Не Предлагает Мне И Хочется Сказать Дорогая Научись Жить Когда Тебе Никто Не Предлагает Научись Радоваться Ты Свободна Ты Ты Не Представляешь Какое Это Счастье Пасы Тебе Хорошо У тебя Жена Я Я Был Там Где Ты Я Понимаю Иногда Сложно Радоваться Особенно Когда Смотришь На Подруг Которые А Ты Потом Смотришь Она Молится Пастор Помолись Помолись Пастор Помолись Возьми Меня С собой Покажи Меня Где Нибудь Потом Раз Вышла Замуж Прошло Чуть Времени Опять Грустит Что С тобой Да Не Спрашивай Замуж Вышла А Ему Всегда Что Надо Пришел С работы Что Покушать По Кастрюлям Пошел Вечером Опять Смотрит На Меня Странно Ему Всегда Надо Так Радуйся Что Кому То Что Надо От Тебя Научись Жить Когда Вот Ты Свободна И Не Надо Рано Вставать Вечером Поздно Ложиться Или Или Кому Что Обязан Наслаждайся Потому Что Придут Другие Времена И Тоже Надо Наслаждаться Придут Времена Когда Тебе Носки Собирать Из Разных Углов Я Помню Не знаю Вы Слышали Эту Историю Как Один Муж Получил Великое Откровение О Своей Жене Знаете В чем Оно Заключалось Он Говорит Когда Мы Поженились Он Говорит Я Был Счастлив Но Недолго Потому Что Я Увидел Что У Моей Жены Есть Такая Потрясающая Способность Открывать Ящики И Никогда Их Не Закрывать Кто До Меня Понимает Да Вот Он Говорит Я Не Мог Понять Что За Проблема И Он Говорит Я Начал Ей Объяснять Как Ящички Закрываются Назад И Когда Я Все Объяснил Подробно Думаю На Следующий Раз Приду С Работы Все Ящики Закрыты Ага Пришел Говорит Все Опять Открыты Он Говорит Я Решил Преподать Урок Я Достал Этот Ящик Повернул Его Показал На Колесики Что Легким Движением Руки Этот Ящик Заезжает На Место И После Этого Я Подумал Но Этот Урок Она Усвоила Навсегда Теперь Все Ящики Будут Закрыты Говорит Прихожу На Все Ящики Открыты Он Говорит Я Так Расстроился Ушел В тайную Комнату Начал Молиться Бог Ну Ты Хоть Разуми Ее Бог Говорит Ты Что Разошелся Успокойся Я Ей Дал Великий Талант Открывать Ящики А Тебя Великое Благословение Их Закрывать Поэтому Я Не знаю С чем Ты Встречишься Может Великое Благословение Привалит И в Твою Жизнь В Каком То Проявлении Но Научись Жить И Радоваться Жизни Аминь Поэтому Когда Ты Не Замужем Ну Не Надо В Депрессию Впадать Благодари Бога Бог Все Усмотрит Он Он Отвечает Он Дает Соответственную Половину Возьми Кучу Обетований И Радуйся А Когда Он Приехал К тебе На Белом Коне Может Быть Нет Пришел Пешком Радуйся Когда Твое К тебе Пришло Ты Скажешь Ну Я Не Думала Что Это Мое Вот Такое Вот Люди Иногда Недовольны Тем Что Получили Научись Жить И Радоваться И Ты Увидишь Как Все Будет Преображаться Аминь Ой Столько Еще Хочется Рассказать Вам Хорошо Еще Пару Моментов Я Думаю Что Я Передам Микрофон Или У Магнон Часу До Часу О Так Мы Еще Много О Чем Поговорим Да Хорошо Знаете В нашей Жизни Происходит Как Апостол Павел И Говорит Я Проник В Тайну Я научился всему Я все могу В укрепляющем меня Иисусе Христе Друзья мои, запомните В нашей жизни приходят разные моменты Я даже называю недоразумения Вы знаете, бывают моменты, когда нас атакует болезнь Но кто из нас никогда не болел? Я 26 лет не был в больнице 26 лет У меня ни карточки, ничего нет И вдруг я оказался в больнице, оказался на операционном столе Жизнь как жизнь И это правда жизни И можно роптать, а почему это произошло и так далее Это реальность, это правда Но это не истина Истина значит в чем? Ранами Иисуса я исцелен И когда эти болезни атакуют Это не значит, что с ними нужно согласиться Нужно пройти через это Аминь Даже вопрос работы Вот самое жизненное Знаете, некоторые люди Они соприкасаясь с работой Они начинают работать, работать И одна работа, вторая работа, еще и третья работа Им работать, работать и работать И они думают И они думают Работа Это проклятие Это же рабство Другие Вообще уходят В крайность И говорят Да пусть работает железный паровоз Или еще кто-то Работа это проклятие Я не буду ничего делать И Наслаждается жизнью Мама кормит его Уже 30 лет Уже 40 лет Мама говорит Ну ты когда уже? Он говорит Что за мама, которая не может прокормить Сына до пенсии И для одних Это рабство Для других Это Вообще непонятно что Вы знаете В чем заключается Истина Мы должны понимать Что Даже работа Это Служение Мы не просто Ходим на работу Заработать деньги Мы ходим Чтобы являть Его царство И когда ты будешь делать Все Как для Господа Ты будешь получать Благословение И наслаждение И это будет Распространяться На других Вы со мной? Мы должны Мыслить Правильно Посмотрите Этот библейский пример Два брата Один отец Один говорит Дай мне мою Часть имения Забирает И уходит И биография его известна Чем все закончилось Второй брат Никуда не уходит Он пашет 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 Работает И настает день Когда Брат возвращается Устроили пир Накрыли поляну Лучши Бык был заколот Теленок Все Музыка Песни Возвращается Старший брат И не хочет Зайти И тогда Отец Выходит И говорит Послушай Твой брат Пришел Он говорит Слушай Это не мой Брат Это твой Сын Я столько Лет на тебя Пашу А мне Даже Козленочка Ты не дал Знаете В чем проблема Была старшего Он думал Что он в рабстве Это была Его философия А он Был Сыном И отец Говорит Как Ты Так Можешь Мыслить Все Что у меня Есть Твое Вот Все В любой момент Ты можешь Брать И этим Пользоваться Друзья мои Мы должны Понимать Что Истина Жизни Заключается Не в том Что я Пашу 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 Или я Ничего не делаю Истина Заключается В том Что Отец Нас любит Не от того Что мы сделали Или не сделали Мы его Дети Вы со мной И когда ты это Понимаешь Ты уже не раб На галерах Который работает Ты уже служишь И живешь И живешь Так Чтобы самому Наслаждаться Служа Господу Неважно где На сцене В зале За камерой Ты Наслаждаешься Проходя через Этот Период Своей жизни И когда ты Умеешь Научился Ты идешь Дальше Аминь Вы знаете Даже в элементарных Вещах Люди Впадают В крайность Одни Уходят В аскетизм В монашество И говорят Наше Жительство На небе Здесь нам Вообще Ничего не надо Все И люди Лишают Себя Закрывают Себя Ограничивают Себя Другие Наоборот Я во Христе У меня должно Быть Все лучшее Лучшие Машины Лучшие Дома Лучшее Все Я Детет Царя Вы знаете И это Правда И это Правда Мы Не жители Этой земли Мы Жители Неба Но Бог Дал нам Все Для жизни И на этой Земле Самое главное Знаете В чем Истина Не в том Что вот Я должен Всего Себя Ограничить И лишить Или Полностью Вот Погрузиться В это Серебролюбие Пустить корни Истина Истина Может быть У меня Аминь 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 Знаете Сколько Людей Не справились С успехом Когда В их жизнь Это пришло Бог Их повел Этим путем А они Подумали Что это Они Такие Еще одну Историю И мы будем Молиться Я знал Одного Человека Буквально Недавно Я узнал Всю Картину Или Все Последствия В 90-е годы Бог Его призвал И Бог Так Благословил Его Что У него Пришел Бизнес И успех У него Был Цех По изготовлению Копченой рыбы У него Был Цех Где там Много Макароны Он делал Снабжал Не только Свою Область И пришла Гордость Он сидел В своем Кабинете И говорил Какой Я Крутой У меня Все Схвачено У меня Все Движется И уже Бог Как и не Нужен Прошло Несколько Лет Он Все Потерял Жена Развелась С ним Бизнес Весь Потерял И буквально В том Году Он Умер Друзья Мои Мы должны Учиться Жить Когда В нашей Жизни Приходят И трудности И успех Апостол Павел Говорит Я Научился Поэтому Я Могу И умею Жить Потому Что Я Учился Друзья Мои Когда Встречаются Трудности Не Опускайте Руки Научитесь Все Преодолевать С Господом Он Скорый Помощник Вы Со Мной И когда Приходит Взлет И Успех Научитесь Жить Благодарить Бога И Служить Ему От Всего Сердца Потому Что Все От Него Им И К Нему И Ему За Все Слава И Хвала Дай Богу Большую Большую Славу Всемогущий Бог Мы Поклоняемся Тебе Мы Так Тебе Благодарны За То Что Ты Встретил Нас Ты Привлек Нас К Себе И Ты Учишь Нас Как Отец Учит Своего Сына Господи Дай Нам Быть В этом Духе Ученичества Научиться Жить Когда Мы Проходим Через Долины Когда Даже Атакуют Страхи Дай Нам Уметь Проходить Через Них Доверяя Тебе Во Всякое Время Также Я прошу Господь Дай Нам Мудрости Переживая Успех И Благословение Не Забыть Кто Стоит За Этим Быть Благодарными Тебе За Все Благословения В Нашей Жизни Я Прошу Об Это Отец Во Имя Иисуса Аминь Отец Отец